Так, значит, я решил для того, чтобы удовлетворить любопытство, так сказать, связанное с моим знанием марсовой философии. Я не думаю, что такая особая философия, что для него требуются какие-то специальные усилия. В общем, я решил прочитать «Капитал», и сейчас буду просто основываться на содержании «Капитал» и рассказывать свои, как бы, некоторые мысли, возникшие с этим чтением. И просто это будет некая критика, она именно будет содержать меня. В прошлый раз я пытался формально подойти к этому вопросу, то есть пытался подойти к вопросу с идеологической стороны, а сейчас я буду подходить к вопросу, собственно, с политэкономической стороны. И в конце попытаюсь какие-то сделать уже выводы, основанные на философском осмыслении того, что я расскажу. Ну, давайте, как бы, я вкратце сначала расскажу примерно, что состоит политэкономия Карла Марса, который, собственно, конечно, сам ее не придумал, а который опирался на политэкономию, созданную Адамом Смитом и Рикардом. Вот у нас есть «Капитал», да, «Капитал», как бы, составляет, он состоит из двух частей, из постоянной составляющей, которая представляет собой средства производства и материалы, и переменные, да. И вот этот «Капитал», как бы, это первая стадия. На второй стадии этот «Капитал», первая стадия, вторая, прирастает, да. Вторая стадия прирастания «Капитала», вот у него есть некая такая возникла «Дельта-У», связанная с тем, что именно постоянная часть «Капитала» не прирастает, она полностью переходит на продукты, на товары, да, произведенные в процессе производства, а вот эта добавка, она возникает именно связанная с переменным «Капиталом». И вообще говоря, как работает, перед этим надо было сначала рассказать, собственно, откуда берется «Капитал». Вот у нас есть две формулы, вот формула «Товар-Деньги-Товар», да, вот это стандартная формула «Товарного обмена», да, просто деньги представляются из некого посредника, да, просто через который товары приравниваются друг к другу и обмениваются, да. Да, и вот, как бы, собственно, «Капиталом» деньги становятся, когда они работают в другой форме, да, деньги-товар, деньги-деньги, причем, как бы, деньги эти перерастают, деньги-штрихи. И вот, вот эта вот «Дельта денег», да, которая у нас будет постоянно фигурирована «Дельта-штрих-Минус-Д», вот нам надо ее будет понять, откуда она берется. Собственно, весь разговор, связанный с понятием того, что представляется в экономике, она связана с тем, откуда берется прибыль. Ну, давайте ее обозначим, скажем, G, она, в смысле, дешевая, да, вот откуда берется прибыль. У Макса, вот если смотреть в предыдущую формулу, которую я описал, как прирастать капитал, то «Дельта» прирастания капитала, которая равняется к 2-1, она равняется к прирастанию переменного капитала. Почему капитал здесь называется переменной, потому что здесь капитал тратен на, ну, как я говорил, что на закупку средств производства и материалов, а здесь капитал тратен на закупку рабочей силы. Вот, ну, собственно, вот как бы в этой формуле уже, что поскольку приращение, есть приращение переменного капитала, и заложено, что в модели Макса получается, что вот эта вот «Дельта денег», да, есть не что иное, на самом деле, как «Дельта переменного капитала». И Макс это объясняет долго там и нудно о том, что на самом деле рабочая часть своего рабочего времени работает на себя, а часть рабочего времени работает на капиталистов. Вообще говоря, почему возникла вот такая ситуация за объяснение, откуда берется этот «Дельта» и почему этот «Дельта» нельзя было обнаружено в другом месте. Дело в том, что у Макса, он рассматривает экономику при отсутствии инфляции. Он в капитале сразу говорит, он говорит, что я под деньгами подразумеваю стоимость денег, то есть стоимость золота. То есть, как бы деньги у него на самом деле в самом начале, там, когда он объясняет вопрос, связанный с деньгами, когда он вообще там рассматривает этот вопрос, у него деньги приравнены к золоту. И понятное дело, что золото, это как всеобщий эквивалент товара, да, он не является, не может быть инфляционной составляющей, потому что это некий реальный товар, да, этот товар не может быть подвигаться инфляцией. Потребляться инфляцией могут только деньги, если это чистый номинал, типа, там, какие-то купюры, как бы, да, какая-то, условно говоря, бумага нарезанная, да, которую можно сколько угодно напечатать. Золото так напечатать нельзя, и поэтому у Макса, на самом деле, экономика не инфляционная, и поэтому она замкнутая. Вот мы, для того чтобы это объяснить, вот я рисую, как бы, вот замкнутый круг, вот это замкнутая экономика. И если мы хотим объяснить, каким образом возникает приращение денег, мы должны это сделать, как на бирже, знаете, как бы, откуда берутся, если убрать брокерские проценты, да, рассматривать биржу, как просто процесс игры различных участников, да, то, как бы, откуда берется прибыль, откуда берется убыток. Просто кто-то выигрывает, кто проигрывает, да, вот, и делится общий пирог. Экономика замкнутая, пирог каким-то образом делится. И если кто-то что-то прирастает, то вот этот вот прирост, который я рисовал в Дельта-Де, да, он на самом деле есть не что и ноль, как где-то убытие. Потому что кто-то должен был проиграть это Дельта-Де, да, вот это количество денег, для того, чтобы другой выиграл. Поэтому в Максовой системе неизбежно, в силу того, что не было, что система является замкнутой, получилось так, что вот это Дельта-Де, есть вот это вот изменение, как бы, составляющие, связанное с переменным капиталом. А иначе говоря, как бы, присвоение рабочего труда, присвоение, является прибавочной стоимостью, является, берется из того, что капиталист присваивает неоплашенный труд рабочего. Вот, вот простая форма. Вот теперь для того, чтобы эту форму пояснить, потому что здесь кажется все очевидно, кажется все просто, для того, чтобы пояснить, надо построить некую другую модель, и когда мы сравним две модели, то будет ясно, на самом деле, что, как бы, Марксовой модель является слишком абстрактной, да, слишком, как бы, оторванной от реальности, и, как бы, и, собственно, из этого сравнения возникнет то, что я называю критикой, да. Давайте посмотрим другую модель. Другая модель связана с тем, она будет называться инфляционной, она связана с тем, что деньги, на самом деле, не являются неприравнены к золоту, да, а деньги, на самом деле, можно печатать, сколько угодно, просто деньги, и есть та составляющая в процессе производства, которую можно наращивать, то есть производство денег ничего не стоит. Ты различаешь растущую экономику и инфляционную экономику? Нет, инфляционная экономика – это экономика, в которой печатаются деньги. А, понятно, то есть она может не есть. А? Она пока это не существует. Потому что растущая экономика, деньги тоже печатаются, но они не инфляционные. Ну, я пока это не различаю, мне нужно модели сравнить, это я в чём-то как-то об этом не думаю пока, может быть. Просто, нет, сейчас я просто выпишу другую модель, в которой, на самом деле, эта дельта денег, она будет возникать просто из-за того, что каждый раз перерастает деньги. Ну, понятно, то есть, ну, по большому счёту, как бы, некий налог на всех. Да. У тебя же бывает ещё и растущая экономика, когда... Ну, давай я сейчас сначала расскажу, а потом ты мне вопрос задашь, и... Ну, да. Ты сейчас рассказываешь там или записываешься? А, там, ты записываешься. Ну, и всё, да. Сначала надо рассказать, а что? Ну, рассказывай, рассказывай. Значит, вторая модель, да, вот, которую рассматриваем вторую модель. Вот, опять же, берём же вот наш изначальный капитал, пусть он делится так, как предлагает Маркс, да, вот, как бы, вот он перерастает, да, как бы, перерастает некий карштрик, который равняется c плюс в, только в этот раз вот этот прирост мы просто опишем, как прирост денег, да, потому что изначально эта формула, она вот такая, деньги, товар, деньги, да, деньги-штрик. И деньги-штрик это и есть вот наш прирост, да. Вот, в такой модели. Можно ли это объяснить, допустим, тем способом, что просто каждый раз, и это делали Адам Смит и Рикардо, что капитал прирастает за счёт того, что капиталист делает прибавку. То есть делает надбавку денежную, да. Но когда, если вспомнить о том, откуда возникает прибыль у капиталиста, то она ведь не возникает в самом производстве. То есть производство, оно как бы, оно возникает в обмене. То есть когда капиталист свой-то товар продаёт, то и в обмене возникает вдруг прибавка. То есть в самом производстве всё вроде бы так существует, так как существует, и сама прибавка, она возникает в обмене. Вот у нас тоже в обмене, то есть в деньгах возникла прибавка. И как это можно объяснить? Для того, чтобы это объяснить, поскольку есть правила, вообще правило философское, что из ничего ничего не возникает, да, нам нужно объяснить, откуда вообще вот этот дельта D может возникать. Потому что если мы возьмём, вот есть некие противоречия, которыми как раз вот, почему такая система, она является немножко противоречией, почему её критикуют? Потому что если каждый капиталист прибавит прибавку, да, то возникнет что? То возникнет взаимное погашение этих прибавок. Ну, предположим, что каждый капиталист для простоты картины наценивает одни и то же количество денег. Вот у нас, допустим, есть первые два капиталиста, которые обмениваются. Первые и вторые. Когда они обмениваются, один наценивает дельта D, другой наценивает дельта D, да, и получается, что взаимно как бы оба наценивают дельта D, и всё это гасится, и получается, что здесь нет никакой прибавки. То есть капиталисты обменивают свои товары почти без商�. Это вот в цикле двух капиталистов. Такой же цикл может быть, в конце концов, и с N капиталистов, да, вот здесь некая цикличность капиталистов, они тоже в цикле, допустим находятся в некотором, расставленном. И вот они с другим образом обмениваются, и в конце концов вот эта прибавка, она где-то гасится. Во всех таких циклах прибавка гасится. А где возникает, как вообще тогда возможно приращение? Потому что при таком рассуждении получается, что никто прибыль не получает, а все обмениваются, то есть фактически ничего не получает, никакой прибавки, все обмениваются по себе стоимости. А оказывается, на самом деле, есть же разрывы цепочки. Разрывы цепочки связаны с потребителями потребительской стоимости. Когда непосредственно конечный потребитель, он потребляет товар, он уже в такой цикл не образует. Получается, что вот эти вот все циклы, которые есть с нулевой прибылью, они на самом деле свою прибыль получают вот здесь, когда обращаются к последнему потребителю. Последний потребитель, который уже непосредственно использует товар, он как раз и расплачивается вот эту дельтадель. Именно он ее оплачивает. Но тогда получается странно. Тогда получается, вот была у нас когда-то замкнутая система, да? А тут получилось так, что вот эта вот прибыль дельтадель, да? Она возникла вроде из ниоткуда. Откуда? Почему? Потому что ведь этот потребитель, он сам включен в экономику, он сам, на самом деле, занимается тем, что эти деньги зарабатывает, а он откуда-то их берет. То есть он эти деньги берет из своей зарплаты, и иначе говоря, эти деньги, которые здесь, его зарплата же ведь тоже включена во все эти циклы. Откуда берется эта дельтадель? Эта дельтадель берется только из одного способа, что печатаются новые деньги. Получается, как бы, что прибыль получается из-за того, что каждый раз прирастает денег больше, чем на самом деле товаров на рынке. И можно говорить о том, что количество денег, оно же не обязательно больше, чем товаров на рынке. Почему? Потому что деньги оборачиваются быстрее, чем товаров. И есть некая скорость оборачиваемой денег, и поэтому в каком-то отношении может быть количество денег равно столько, сколько есть товаров, просто деньги быстрее обращаются. То есть на самом деле прибыль, как она понимается из наценки, она берется из, как бы, из вздутия экономики. Экономика не является запнутой, как я первый раз рисовал, а постоянно в нее вкачиваются новые деньги. И поскольку она не запнута, как бы, вот, прибыль, она возникает из того, что каждый раз вкачиваются эти деньги. И в принципе, эта модель, на самом деле, если мы посмотрим, как в каком состоянии существует современная экономика, она на самом деле так и действует. Например, инфляция, которая порождается в Соединенных Штатах. То есть богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее. Да. Например, как бы инфляционная... Мы это как бы из 20 века наблюдаем, что у нас рабочие станут все беднее и беднее, а богатые станут все беднее и беднее. Ну, ты просто выводы пытаешься делать, а я пытаюсь просто сначала объяснить. Смотри, как, каким работает, например, как делают, как, сказать, делают американские штаты. Они занимаются тем, что опечатают доллары, и эти доллары продают за рубеж, тем самым экспортируют свою инфляцию. То есть они на самом деле вкачивают свою экономику прибыль, но тем способом, реально, что продают деньги и другие, экспортируют инфляции, и тем самым у них инфляция внутри не растет, но зато, на самом деле, вся экономика держится на том, что они экспортируют бумагу. Это известная с той точки зрения, что марксизм у нас, при марксизме и капитализм воруют у своих рабочих, а США в современной экономике воруют у всего мира. Нет, это я еще и буду дальше объяснять. Это и есть такое, такое объяснение тоже приемлемо. Но у тебя есть инфляция, то получается, что государство ворует у государства. Да, согласен. Но только надо это будет дальше объяснить. Я дальше просто поясню, что значит воруют, как надо будет это понимать. Так можно понять это, но все равно рода оговорки. То есть как бы, ну, парадокс состоит, что при всем этом мы даже в таких странах, в которых совсем воруют, типа того, что Южная Корея, там, Сингапура, то либо еще, имеем из-за последних 56 фантастический рост уровня жизни. Потом именно рабочих, самых там, нищих и бредных. То есть модели у этого не согласуются никак. Нет, я как бы рассказываю на самом деле, ты как бы уже бежишь вперед и рассказываешь то, что, чего я не рассказывал. Я так как бы просто рассказал другую модель. Модель в счет состоит. Есть ли у нас для того, чтобы сажать первую модель? Это же некая модель, которая поясняет первую модель. Что можно объяснить на самом деле возникновение прибыли тем, что печатаются деньги. Ведь когда Макс рисует свою формулу обращения капитала, что деньги, вот он рисует так. Деньги, товар, деньги, шри. И на самом деле он воспринимает это как некий кругооборот. А ведь если думаться, ведь на самом деле правильный цикл, правильно надо было бы записать так. Товар, дальше деньги, дальше товар, опять деньги, товар, деньги. И бесконечный цикл. Потому что каждый раз ведь не один и тот же товар возобновляется, а каждый раз новый. И поэтому на самом деле цикл выглядит так. И из этого цикла, точнее из этой цепочки, можно выделить отдельные фазы. Например, товар, деньги, товар. Это один способ. А можно выделить вот эту фазу. Иначе говоря, способ таким Макс указывает так, что в некотором отношении вот это движение «деньги-товар, деньги» это как бы есть извращение движения товарного движения, товарного обращения. На самом деле, изначально деньги являются всеобщим эквивалентным для того, чтобы обмениваться товарами. Но вот есть извращение этого, когда на самом деле целью становиться превращение денег. А на самом деле это не является никаким извращением. Почему? Потому что общий цикл. И всегда в этом общий цикл можно выделить тем или иным способом эту роль. Это первый момент. Второй момент. Второй момент состоится в том, как Маркс понимает, что такое рабочая сила. Дело в том, что я с этим разбирался, и мне было странно немножко, что Маркс понимает рабочую силу очень странно. Дело в том, что он говорит о каком-то абстрактном труде, причем к этому абстрактному труду могут быть приравнены любые виды труда. А на каком основании? На том основании, что поскольку результаты этого труда, товары могут быть приравнены к единой стоимости, то и труд может быть тем самым приравнен к друг другу. При всем этом рассуждении здесь действительно присутствует логика. Все нормально. Но единственная проблема состоит в том, что он рассматривает, когда он говорит о труде, это все нормально, он рассматривает на самом деле рабочую силу. И говорит о том, что рабочая сила продает именно такой труд. А ведь в некотором отношении существует существенная разница между разными видами труда. То есть между людьми, которые имеют, например, квалификацию, допустим, и людьми, которые не имеют квалификации. Он этот вопрос тоже обсуждает, он говорит о простом и сложном труде и говорит, что всякий сложный труд сводится к простому. Но на самом деле, я хочу показать, что это не так. Что есть некая несоизмеримость этого труда различного рода людей. В чем она состоит? Дело в том, что, например, какой-то отдельный человек может вкладывать свой труд в увеличение своих способностей. То есть он что делает? Он вкладывает свои деньги, свои усилия в то, чтобы получить образование, чтобы улучшить свои способности, чтобы выучить языки. То есть он вкладывает какие-то усилия, вкладывает свой труд и вкладывает деньги. Опять же, выраженные деньги тоже составляют некоторый труд. Он вкладывает деньги, чтобы повысить свою квалификацию. И вот он уже повысит свою квалификацию, продает свои способности, свои умения. Он продает дороже, чем тот, у которого нет никакой квалификации, который представляет собой какого-то простого рабочего. Получается, что на самом деле человек соотносится со своими способностями точно так же, как капиталисты соотносятся за деньгами. Иначе говоря, способности человека является тоже капиталом. Получается, что нельзя рабочего в общем случае рассматривать как товар. Вот почему-то, ну тут есть некая как бы странность, что Маркс рассматривает человека как товар. Человек как товар. Ну я имею в виду, что он говорит о рабочей силе. Что рабочая сила, то есть капиталист приходит на рынок и покупает такой товар как рабочая сила. А на самом деле ведь это же человек, и на самом деле следовало бы говорить, что он приходит на рынок и договаривается с другим капиталистом, который не обладает деньгами, а который обладает способностями. И на самом деле надо было бы рассматривать процесс взаимодействия рабочей силы и капиталистов как взаимодействие двух капиталистов. Причем это особенно явно, когда мы сравниваем допустим зарплаты людей различных отраслей. Особенно явно сейчас у нас есть как бы менеджеры высшего звена, которые зарабатывают баснословные деньги, хотя у них не обладают никакой собственностью. Конечно они в процессе зарабатывания начинают без собственности, но в принципе могут не обладать никакой собственностью, могут вкладывать только свой собственно труд. А получать просто баснословные деньги, которые никак не объяснить никаким способом на основании марсистской философии. Потому что там получается, что капиталист не может платить своему работнику много, капиталист может платить своему работнику исходя из некого-то среднего общественно необходимого труда. Это средний необходимый труд, он всегда какой-то связан с тем, как воспроизводится рабочая сила. И эта рабочая сила, как он там описывает, как она воспроизводится, она связана с тем, что он должен сам себя накормить, накормить семью и прочее. И тут еще, что важно еще, как я в этот момент опять же пропустил, тут еще было важно то, что на самом деле и модель инфляционной экономики, как ее описывают, и модель марсистской экономики, где инфляции нет. Она на самом деле одна и та же модель, если рассматривать, если дельта В, то есть приращение прибыли за счет прибавочной стоимости в марсистском смысле и приравнять тем деньгам, которые приращиваются в инфляционной экономике. На самом деле это одна и та же экономика. Как это можно показать? Это можно показать на примере того, как используются роботы. Вот есть роботизированные производства, и в роботизированных производствах отсутствует человек. А у Маркса прибыль является функцией количества человек. Потому что если прибыль является присвоение человеческого труда, как бы неоплаченный рабочий труд, то получается, что чем при стремлении вот этого N к нулю, получается, что и прибыль бы стремилась бы к нулю. То есть получается, в роботизированных производствах прибыль равна нулю. Но это получается в марсовской модели именно так. Причем, что интересно, сам Маркс обсуждает эту тему под видом того, что он говорит, что с увеличением производительности труда уменьшается необходимость использования большого количества ручного труда. То есть необходимость использования людского труда. И поскольку необходимость людского труда сокращаются люди на производстве, то и падает как бы норма прибыли. Почему? Потому что прибыль связана, является функцией количества людей. То это N, это количество людей. Поскольку количество людей все меньше и меньше, то и прибыль все меньше и меньше. Вот такая странность. Потому что все остальные нововведения, связанные с производительностью труда, они же ведь как конкуренция на рынке, они уравновешиваются. Потому что все начинают применять эти новинки. И поэтому использовать преимущества, связанные с тем, что ты выступаешь на рынок с каким-то дешевым товаром, это можно только в какой-то коротковременный период. А если брать всегда стабильное положение, то никакого преимущества того, что ты используешь на рынке, капиталист не несет, если рассматривать модель, марсовскую модель экономики. Почему? Потому что каждый раз эти все повышения производительности труда ведут к тому, что сокращается количество рабочих, а поскольку функция прибыли, она связана с количеством рабочих, то тем самым падает прибыль. И получается, что у Макса капиталист должен был бы, по самой своей логике, быть не заинтересован в ведении новинок, ведении технологических усовершенствований. Потому что это ведет к прямой потере прибыли. И если бы это было бы действительно так, то на самом деле мы бы видели, вот как было с этими... Как это называется? Которые технику поломали? Лудитами. Как с лудитами. То есть капиталисты были бы заинтересованы заморозить какое-то состояние экономики, допустим, там, который приносил бы какой-то стабильный доход, и в этом состоянии жить. Но на самом деле почему-то капиталисты в этом не заинтересованы. Почему-то они стремятся внедрить в производство технический прогресс. И это понять невозможно из марсовской модели. Вот это замечание. Для того, чтобы еще это замечание немного пояснить, нужно обратить внимание на то, как мы имеем... Некоможные какие-то цифры просто. Я случайно сегодня по радио цифры какие-то услышал. Вот, допустим, в обыкновенной секретарше в Фейсбуке получает, оказывается, 62 тысячи долларов в месяц. Если говорить о том, что если рассматривать ее труд, это 62 тысячи долларов в месяц. Так, 62 тысячи долларов в месяц. Год, наверное. Год, год, год. Год? А то уже 67-то, наверное. Не-не, год, год, конечно. Ну это нормально. А, подождите, подождите. Обыкновенный рабочий получает, тоже на Фейсбуке, получает 120 в среднем. Ну, это самый простейший рабочий. 120. А 120 тысяч долларов в город. Просто факт состоит в том, что это никак не объяснить зрение общественным уровнем. Для того, чтобы это пояснить, нужно обратиться к тому, как я говорил о том, что человек это не товар, а человек это капиталист. И человек относится на самом деле к своим способностям как к некой капитализации. Дело в том, что такое способность человека. Вот есть некие природные способности. Ну, какие-то, допустим, умения, да, ум, там, красота. А, и мы прекрасно понимаем, что вот как мы на рынке, мы сейчас все присутствуем на рынке, как их можно капитализировать. Какие-нибудь манекенщицы, да, которые обладают какой-нибудь там превосходной фигурой, красотой, там, умением ходить, они это монетизируют как бы в виде достаточно высокой прибыли, да. То есть, всякого рода преимущества, связанные с, допустим, да, просто с событий, наверное, красотой, да, можно монетизировать. Но можно добиваться этих преимуществ благодаря вложению, собственно, труда. То есть, используют не только природные преимущества, используют преимущества, связанные с тем, что, как бы, мы можем вкладывать в сами себя деньги. Даже есть такое понятие, как надо вкладывать в сами себя деньги, да. Каким образом? Мы можем, как бы, окончить какие-нибудь престижные учебные заведения, мы можем пытаться наращивать свое умение, наращивать свое образование, там, интересоваться какими-то новинками и прочее, прочее, прочее. Да, то есть, иначе говоря, представление Маркса о том, что капиталист покупает рабочую силу как товар, просто неверно, да. И, как бы, если даже брать современное, опять же, по классической философии, то есть, человека нельзя рассматривать как товар, да. Человек надо рассматривать как некого субъекта, да, некого, как бы, личности. Человек должен стать целью, а не средством. Да, и это осуществляется в современной экономике. Потому что в современной экономике человек, любой человек, относится к своим способностям как капиталист. И он эти способности располагает так, как он считает нужным. Он может эти свои способности, допустим, умение организовывать что-либо, да, или, например, как эти, всякого рода менеджеры высшего звена, да, они получают особо-сословные деньги, потому что обладают образованием, обладают умением. И вот эти умения, на самом деле, есть, опять же, капитал. И получается, что, как правильный капитализм, это когда капиталисты встречаются с капиталистами, нет никаких рабочих. Везде присутствуют капиталисты. Собственно, вся, вот как на бирже. Теперь вот я хотел вам рассказать, как бы, в чем состоит модель. Модель состоит в том, что мы присутствуем на некоторой бирже. Вот есть некая биржа, конкуренция капиталистов, нет никаких рабочих, есть только материалы, производство и капиталисты различного рода. Одни капиталисты обладают деньгами, другие капиталисты обладают своими способностями. И эти капиталисты конкурируют друг с другом. Почему вообще возникла возможность, что каждый отдельный человек стал капиталистом? Потому что была экономика, где люди действительно жили от зарплаты до зарплаты, потому что зарплаты едва хватало, чтобы обеспечить свою жизнь и жизнь своей семьи. На самом деле возникла некоторая странная ситуация, когда возникли излишки, когда зарплаты достигли некоторого уровня, благодаря которому человек может удовлетворить не только необходимые потребности, а еще остается очень много чего, которое можно потратить. И благодаря этому это много чего, что можно потратить, можно капитализировать либо в собственной способности, либо открывать свои маленькие производства. Причем у Маркса почему-то везде проходят красные линии, что эти мелкие буржуа должны где-то разоряться. А на самом деле это не так, потому что есть некие сферы производства, например, сферы услуг, как правило, они всегда будут мелкими. Никогда так не получится, или, например, карточки всякого рода, сферы обслуживания, никогда так не получится, что капиталисты большое производство, монополистическое, особенно там, вообще крупные какие-то, смогут задавить мелкие. Просто они находятся на равных нишах, они просто даже с друг другом никак не конкурируют, и у друг друга ничего… Ну вот насчет ничего это я сейчас дальше расскажу, так как прямой конкуренции между ними нет. Так вот теперь насчет того, как происходит конкуренция, и как происходит на самом деле превращение прибыли. Вот как на бирже. Вот я говорил, что капиталисты все, все мы являемся капиталистами, каждый из нас обладает каким-то капиталом. Кто обладает капиталом в виде денег, допустим, в виде средств производства, а кто обладает капиталом в виде способностей. И мы все конкурируем на неком абстрактном, как бы, единомерии. За счет чего? За счет того, что… За счет того, что… Способом, каким мы зарабатываем, состоит не в том, на самом деле… Мы по многому… Эксплуатируем мы кого-то или нет, да? Много мы там… Большая у нас норма прибыли, или небольшая. А за счет оборачиваемости капитал. То есть скорости оборачиваемости капиталом. Вот здесь очень важна именно скорость. То есть, на самом деле, вот ты когда говоришь о том, что… Таким образом, что вот есть некий экспорт инфляции, допустим, связанный… Вот Европа импортирует свою инфляцию. Экспортирует свою инфляцию. А Америка экспортирует свою инфляцию за счет валют. Существует даже валютный войн, на самом деле, да? Связанный с тем, что как бы… Ну, есть тречные движения, да? Другая валюта точно так же хочет свою инфляцию выбросить на их рынок, да? И, собственно, в этом возникает как бы некое противоречие между тем, что как бы инфляцией… Болятся различные волны инфляции с различных, как бы, территорий. Но, вот, например, почему-то мы… Мы с этим не боимся. Мы свою валюту никаким образом импортировать не хотим. Мы, наоборот, экспортируем… Импортируем, наоборот, доллары, да? И тем самым губим свою экономику. Просто там накануне. Потому что… Вот в этой модели второй инфляционной другого способа развития экономики, кроме как наращивания инфляции, не существует. Потому что… Еще почему это так? Это еще связано с тем, что вот законодательство раньше, да? Вот, как бы, если считать Марс, там действительно какой-то ужасный законодательство. Там специально ограничивали возможности рабочих, да? Там были какие-то 12-часовые рабочие деньги. Даже представить сейчас это трудно, да? Сейчас существует везде, во всех странах такое гуманное законодательство, что, на самом деле, никаким способом не удается эксплуатировать рабочие. Потому что рабочие защищут, там, по всем параметрам. Мы говорили, 8-часовые рабочие деньги, социальные всякого рода защищены, пенсионный фонд, там, и так далее, и так далее, и так далее, да? На самом деле, как бы, добывать прибыль теперь, да? В современных условиях из того, что рабочие будут зарабатывать, допустим, сейчас рабочие умирения капиталисты, даже так уже интерпретировать невозможно. Вся современная экономика, она, вот говори, базируется на инфляции. И поэтому вопрос всегда связан с тем, что вот существует некий излишек денег, да? Вот есть потребители, есть вот то, что называется потребительская экономика. Откуда я вот говорил и рассказывал про последнего потребителя, да? который, собственно, не покупает товар, чтобы его продать, да? Не покупает товар для того, чтобы вложить его в производство, допустим, сделать из него какой-то товар и опять же продать, да? А который покупает товар, чтобы его использовать. И поэтому в такой потребительской экономике вся цель состоит в том, чтобы бороться за вот эти лишние деньги. Вот есть деньги, которые тратятся на непонимую жизнь, да? Вот есть деньги лишние. И поэтому очень важно, на самом деле, вот эти потоки лишних денег направиться в свою сторону. И вот вся борьба всех капиталистов состоит в том, чтобы эти потоки деньги уловить. Но вот суть вопроса, поскольку есть инфляция, поскольку постоянно существует относительное, вот существует относительное процентное уменьшение денег всех людей, да? Ну, в чем состоит? Относительно оно уменьшается на равный процент, но абсолютно нет. То есть, получается так, что если мы относительно, допустим, на какой-то процент уменьшаем деньги у рабочего и у какого-нибудь капиталиста, то, конечно, капиталист в абсолютных цифрах больше теряет, но у него и денег больше. И поэтому, как Игорь говорил, да, эксплуатация, если так можно, происходит за счет того, что перераспределяется просто денег каждый раз. Но, в чем тут вся загвоздка состоит? Если бы так можно было интерпретировать, только если бы динамика была бы постоянной. На самом деле происходит некая постоянная пертурбация, а постоянно происходит, как вот на бирже, как кто-то разоряется постоянно, кто-то вдруг взлетает, да, неожиданно. Происходит вот то, что называется как бы стихийное, как на бирже, опять же, увеличение или уменьшение чьих-то доходов. А все наемные рабочие, они никак от этого не страдают. То есть, допустим, причем я имею в виду, наемные рабочие здесь как бы еще и выражение неудачное. Допустим, на менеджеру, да, менеджеру высшего звена. Что он теряет от того, что разорится его работодатель? Да ничего не теряет, он пойдет к другому работодателю. То есть, в каком-то отношении, получается, быть наемным рабочим, вот таким вот высокоплачивым менеджером, выгоднее, чем быть капиталистом. Потому что капиталисты рискуют своим капиталом, как на бирже, да, потому что постоянно существует инфляционное давление, постоянно существует конкуренция высокая, да, постоянно надо думать о том, как разместить свои деньги, которых стало слишком много. Почему денег-то вообще очень много? Потому что они постоянно печатаются, потому что в этом состоит, собственно, способ, каким мы увеличиваем капитал. Потому что если бы этого влечения капитала не было бы, да, вот этого, то и не происходило бы вложение людей в бизнес. То есть это все, вот теперь фактически борьба идет за скорость, за скорость оборачивающегося капитала. Кто быстрее оборачивает, тот и выигрывает. Но здесь еще есть одно маленькое замечание, которое как бы необходимо тоже высказать. Дело в том, что есть еще такая фаза, я о ней тоже рассказывал, фаза первоначального выигрыша. Когда какой-то капиталист вводит какую-нибудь новинку, да, допустим, вот как вот делает Apple. Вот они вводят какую-нибудь там свою новинку, да, и продают ее. У Apple есть два фактора. Первый фактор связан с тем, что в современном капитализме люди поняли, что надо продавать не только товар, но надо продавать еще марку. Почему? Потому что если товар продается под некоторой маркой, то как бы он, получается, не конкурирует с другими товарами. То есть получается как бы конкуренция. Если бы товар был однотипный, допустим, стулья и столы, там действительно есть конкуренция. Когда товар продается под маркой, то можно, например, за марку тоже что-то наценить. Иначе говоря, вот это вот дельта, как приращение денег, можно увеличить за счет как бы марки. Это первый момент. А второй момент связан с тем, что если вводится какая-нибудь новинка, то пока эта новинка действует, пока существует преимущество, связанное с нововведением, да, с каким-то там техническим новшеством. А можно опять же наценить и добавить всю эту наценку за счет новшества. И поэтому наш мир представляет собой мир постоянно обновляющихся новшеств. И даже если новшество, например, как вот, есть некий уже тупик в некоторых видах производства, ну, допустим, производства фотоаппаратов, там уже некуда обновляться. Но постоянно возникает вот необходимость вводить новые модели. Для чего это делается? Для того, чтобы выбросить их на рынок, как какую-то новинку. И пока есть эта выброшенная на рынок новинка, она имеет вот это конкурентное преимущество, связанное с тем, что она новинка. То есть вот есть такое преимущество. О том, я рассказывал в прошлые разы, что есть еще преимущество, связанное с нереализованными возможностями. В нашем обществе всегда есть некие возможности, вот как вот Facebook, да, которые можно реализовать, которые как бы висят в воздухе, допустим, создать, вот сейчас уже перестало быть актуально, создать некую новую вещь, допустим, в социальную сеть. И эту социальную сеть можно успешно монетизировать. Вот такие возможности, на самом деле, в нашей российской экономике они вряд ли существуют. Но вот, например, в такой развитой экономике, какая американская, там, в принципе, все вот такие нововведения, их можно легко монетизировать. Опять же можно монетизировать всякого рода открытия научных, или какие-то всякого рода технические совершенствования. Я вот постоянно слушаю Business FM, постоянно рассказываю о том, как какие-то люди, просто частные предприниматели, точнее, частные какие-то изобретатели, зарабатывали миллиарды денег. И придумали какую-нибудь открывашку для консервов. И зарабатывали миллиарды. И придумали какую-нибудь просто ерунду совершенную, которая нам просто сейчас кажется, там, просто бессмысленной вещью. Ну, как скажем, это просто непонятно, да. Придумали новую потребность, тем самым, да, и зарабатывали это миллиарды. Иначе говоря, нельзя рассматривать современную экономику капиталистическую, как экономику эксплуатации. Скорее всего, ее рассматривать как экономику развитой конкуренции, где на самом деле все вовлечены в конкуренцию, все представляются бы капиталисты, которые гонятся за неким единым куском, да. Причем они работают в некотором времени таком интересном, что они должны стремиться к тому, чтобы оборачиваемый капитал постоянно возрастал. И вот здесь я еще забыл как бы рассказать о том, что такое представляет свой банковский процент. Дело в том, что в свое время, как бы, вот это же странно немножко, что деньги стоят каких-то денег, что деньги сами являются товаром. Да, это же странно на самом деле. Вообще говоря, я это, честно говоря, так и не нашел у Маркса ответ на вопрос, как деньги-то могут быть товаром. Это же вообще, это же как бы нонсенс, да, у него деньги, товар, деньги, и товар это отличается. А как можно деньги продавать? Деньги можно только тогда продавать, когда возникает есть конкурентный рынок капиталистов, которым эти деньги нужны. То есть деньги представляют собой только в том случае товар, если с помощью денег можно делать деньги. Если существует на самом деле развитый механизм, каким образом любой человек может выступить как бы с деньгами и попытаться их перерастить, только в этом случае деньги начинают являться товаром. Ведь на самом деле, если существует инфляция, то странно ведь, что деньги стоят денег, потому что каждый раз деньги же уменьшаются на увеличенной инфляции. То есть казалось бы наоборот, как бы, ну просто деньги надо правильно рассматривать как возможность. Деньги надо рассматривать как возможность, с помощью которой можно зарабатывать. И вот и то, что как бы существует какая-то ставка ФРС, и то, что ее можно регулировать, и то, что регуляция ее очень сильно влияет на рынок, и то, что существует даже у нас с ставкой финансирования центрального банка, и то, что ее можно регулировать, и что она влияет. Это на самом деле все единый механизм инфляционной экономики. Это показывает на самом деле, что экономика всегда была и стремилась быть инфляционной. Что на самом деле вот эта прибыль, которая есть, может быть, надо так говорить, что в какие-то древние времена становления капитализма, какого-нибудь первоначального накопления капитала, была такая возможность, что извлекали прибыль, как я показывал в замкнутой системе, извлекали прибыль из того, что просто недоплачивали рабочую часть их заработной платы. Сейчас на самом деле такого нет в Марсе своей. Потому что сейчас даже более того, в смысле Марсова многие участники капиталистического способа производства получают больше, чем они должны были получать. Допустим, банкиры сидят, себе выписывают какие-то бонусы, которые непонятно каким образом можно оправдать с точки зрения классических. Хотя они являются наенными рабочими. По всем правилам. Но суть вопроса в чем состоит? Вопрос состоит в том, что… Избился я. И все. Сейчас я это вспомню. Суть вопроса в чем сказал? Что может быть и то представление об экономике, замкнутой экономике, в которой отсутствует инфляция, можно вообразить, что в такой экономике ниоткуда взять прибыль, кроме как эксплуатировать, кроме как присваивать этот труд рабочих, им чего-то недоплачивали. Может быть. Но на самом деле реальность такова, что вот эта вот несправедливость, я уже не знаю, в силу ли революции, в силу ли каких-то потрясений народных, но в силу, скажем так, разумного устроения общества, в конце концов, потряслось. И получается так, что, как правило, вот такого несправедливости не случается, и деньги рабочие получают так, как они должны получать. То есть никто их не обделяет. Прибыль возникает из других каналов. Прибыль возникает... Вот, например, мне до сих пор не очень понятно. Можно ли, допустим, представьте себе робота заменили... Робот заменяет полностью рабочего и делает точно такие же операции, как рабочий. Как это рассматривать? Даже нельзя рассказать, что у робота эксплуатируют. Потому что мы же не можем присвоить у робота, как говоришь. А объяснить это вообще сложно. Если взять полностью роботизированное производство, откуда там берется прибыль, в те времена, в марсовой экономике невозможно объяснить. Нет. У тебя получается, если ты полностью роботизированное производство, то перспектива, стоимость продукции, которую она производит, она будет равна нулю. Ну вот это так ли? Похоже, что не так. Иначе бы не стремились бы капиталисты, не зрение роботизации. Подожди, а с точки зрения этой? Нет, дело с точки зрения, на герман дизайн это просто не умеет. Так вот, у тебя получается, на самом деле, что это недопустимо. У тебя, получается, когда стоимость этого продукта обусматривается стоимость эксплуатации менеджера, который этот продукт продает. Не только тот производит, а тот, который продает. То есть у тебя вся цена продукта – цена продажи, получается. Вот так с марсовой. Нет, ну можно, смотри, как объяснить. На самом деле, я думал об этих вопросах, как объяснить. У Марса есть такая тема интересная. Она связана, вот я говорил с этой антиномией, что получается, что увеличение производительности труда связано там с техническим... Она до этого, временный выигрыш. Не-не, это понятно, что временный выигрыш, допустим, все стабилизировалось, да, и все перешли на это нововведение. Получается, что, поскольку количество рабочих уменьшилось, да, а прибыль по Марсу является некой функцией от количества рабочих, то как бы и прибыль, вроде бы капиталисты должна была быть уменьшена. Вот это вот, на самом деле, функция, если как бы вообще считать, что вот это вот дельта В равняется нулю, что капиталист платит того, сколько они стоят, да, допустим, то вообще как бы не объяснить вопроса, как капиталисты тогда может деньги заработать. Вообще никак не объяснить. Единственное, можно объяснить, что на рынке создалось какое-то преимущественное положение этого капиталиста. Только так можно объяснить. Поэтому как бы вот этот предельный пример этой роботизации производства, он говорит о том, на самом деле, что… А, вот, как Марс к этому подходит. Марс говорит, на самом деле, что давайте берем, возьмем всю экономику в целом. Смотри. Всю экономику в целом в чем состоит? Количество людей, которые работают, не уменьшается. Допустим, на каком-то производстве уменьшилось количество людей на кокт эксплуатации. То есть на одном предприятии стало меньше эксплуатировать, там они стали получать норму прибыли, там стало меньше, но тем не менее, в целом, это как бы по всему капиталистическому, если даже брать в масштабах страны допустим, да, брать, то по всему масштабу страны, как бы, она эксплуатация сохраняется. Поскольку население есть, им удиваться некуда, его эксплуатировать. Но, в чем самое как бы любопытное, а ведь современная тенденция состоит в том, что работающих людей, в принципе работающих, не важно там, менеджерами, там рабочими, или там капиталистами, все меньше и меньше становится. Что вот, несмотря на то, что наше население, допустим, прирастает, я просто даю внимание на это обратил, как бы, очень, фактически, я не знаю, какой процент это надо, видимо, изучать, но фактически население просто не работает, работают какие-то отдельные люди. То есть, я подозреваю, что пропорция здесь такая, например, там, на одного работающего, пять не работающих. Это кто в это входит? Это пенсионеры, всякого рода, это там дети, там, естественным образом, да? Ну, это как бы естественная составляющая. Многие люди там, инвалиды, всякого рода, там, эти больные люди, там, по различным обстоятельствам, просто временно не работающие, которые получают пособие, там, да? Причем, там, живущие за счет родителей, живущие за счет других членов семьи. И таких очень много. Я могу сказать, что вот в нашей себе, состоящие, там, сколько их сидит, из пяти человек, работаю я один. Не то, два за неделю. Да. Нет, пакт, даже, пакт в чем состоит. Получается, что этим нельзя объяснить. Объяснить тем, что перераспределяется прибыль, опять же, массовый довод, связанный с тем, что если брать по масштабу экономики, то людям же надо же где-то работать. И поэтому, если на одном отдельном предприятии уменьшилось количество рабочих, то она как бы значит, перераспределяется в норму. Это тоже не объясняет. Официантам и стараются было больше. Нет, но это тоже не объясняет. Конечно. Надо бы заново сказать.